Включаю. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые товарищи. Только что кончился пост 9 авгуай, самый, на мой взгляд, тяжелый пост, связанный с разрушением храма как первого, так и второго. И мы сегодня начинаем на полтора часа позже, из-за того, что нужно было время выйти из поста, прийти в себя, опомниться огнями улиц, озариться. И вот теперь, с Божьей помощью, мы начинаем наше занятие. Да, кончился в Израиле, конечно, пост. Что касается диаспоры, все это зависит от, насколько я помню, широты места, так это называется. Я напомню вам, что мы давно уже в этом курсе, это уже третий цикл, и каждый раз готовя материалы, я смотрю, что из недельной главы, какие части, какие параграфы мы успели разобрать в прошлый и позапрошлый раз, и стараюсь не повторяться. И вот тут я с ужасом обнаружил, что недельный параграф, недельный раздел «Говорим» у нас вообще не освещен, как будто его и нет. Это связано с тем, что на неделю «Говорим» всегда выпадает девятая ава, и поэтому мы, может быть, разбирали что-то из «Кинот», что-то из «Эйха», а к недельной главе так и не приступили, а очень на самом деле жаль. Я помню, мне говорил примерно лет 40 назад мой учитель, что если есть какие-то расхождения, допустим, между диаспорой и Израилем, то к Ишаб и Ав они обязательно сходятся. И действительно я понял, почему это так, потому что девятая ава, значит, перед девятым ава Шаббат Хазон, и должна выпасть автора, которую мы читали вчера, в последнюю субботу. После девятого ава суббота называется Шаббат Нахаму. Кого интересует, прочитайте соответствующий рассказ у Бабеля, очень рекомендован, хотя он ничего не объясняет, но получите удовольствие. Вот три авторы перед девятым ава – это авторот как бы увещевания, а семь авторот после – это семь авторот утешения. Начинаются они с Шаббат Нахаму, то есть со следующей субботы. Вот, а теперь мы из недельного раздела «Доварим» берем самый первый параграф. В нем не очень много новых слов, но я надеюсь, мы с вами успеем прочитать весь текст. Итак, начинаем. В основном здесь перечисляются географические места. Некоторые мы можем идентифицировать, про некоторые наши комментаторы говорят, мы не знаем, что это за места, и вполне возможно, что здесь в Торе они названы какими-то другими именами, как показывает комментарий, иногда для того, чтобы дать намек, как гневили Всевышнего еврея в пустыне в течение 40 лет. Ну, например, «Лаван» – это намек на то, что бунтовали евреи против мана, и «Загав» – это намек на золотого тельца, ну, буквально перевод такой. Вот слова или речи, которые говорил Моисей всему Израилю на том берегу Ярдена, то есть через Ярдан, на каком берегу? На еще восточном. Мы тоже показывают с точки зрения человека, который живет в Израиле сейчас, на западном берегу. Значит, «Баэвер» – через Ярдан – это та страна, то есть восточная. «В пустыне, в полях Орава» – как это лучше перевести? «Поля неизменности». Напротив Суфа между… Как? Между Суфом и Параном, и Тофелем, и Лаваном, Хацаротом и Дизагавом. Теперь, Анна, прошу вас, Бет. Так, меня слышно? Нет? Слышно? Да, мы слышим вас, да. Степь, да, верно, Степь. Так, скажу. «Эхад Асарьем Мехорев, Дерых Вар-Те-Ир, Ад Кодыш Барнеа». Так, в одиннадцати днях… Пути, очевидно. Пути, да, по дороге от Хорева. Он же Синай. Горой, Горой, Горой-Се-Ир. Горой-Се-Ир. По дороге Ар-Се, да. По дороге. Через Кодыш Барнеа. Да, верно. Мы не ставим задачу разбирать комментарии, но комментарий говорит, в частности, как сегодняшний сократил путь, который, как тут указано, обычно занимает одиннадцать дней. Но евреи прошли его всего за три дня, когда шли от Синая. Гиммел, наверное, так, Тимофея сегодня нет. Анна, я обнаружил, что сбиваюсь в порядке, поэтому вы назначайте. После вас кто читает? Людмила, конечно, больше некого. Так, а, у нас только Людмила. По-моему, Юрию мы только ждали, да? Мы ее не дождались. Сказала, что придет, может быть, но что-то так. Будем надеяться. Да, прошу вас, Людмила. Вейхи бэ арбаим шана бэ аште асар ходыш бэ эхат ла ходыш дибэр мошэ эльбны Исраэль кэхоль ашэр цива ашэм ото. Альхэ. Альхэ, совершенно верно. Было через 40 лет? Да, да, да. В 40-м году точнее, да. На 40-м год? Аште асар – это 11-й. В 11-й месяц, в первый день месяца. В первый день месяца, да. Сказал мошэ, сынам Израиля. Кэхоль, как все, что приказал Всевышний тебе. Ему. Ему. Альхэ, к ним, к ним. Говорил, да. И так здесь дается дата. Ему, как бы, для них, да, получается? Да, верно. Да, тут дана точная дата. 40-й год по исходу. Первое число 11-го месяца. Какой месяц у нас называется 11-й? Тот месяц, который сейчас идет, он называется пятым. Потому что, несмотря на то, что год начинается с месяца Пишей, Пишей считается месяцем номер 7. Да? А первым месяцем является Нисан. Поэтому 11-м месяцем это является Адар. То есть первого Адара Мошэ начал говорить сынам Израиля, а седьмого Адара – свой день рождения. Он покинул этот мир, прожив ровно 120 лет. Так, то есть семь дней ему было дано вот на то, чтобы сказать все это Израилу. Да, совершенно верно. Спасибо. Теперь снова я. Да? После того, как буквально побил, то есть разбил, то есть разгромил, разгромил он Сихона царя Амарийского, который сидит в Ахешбоне, и Ога царя Абашанского, который сидит в Аштерот, в Эдра-И. Это название все местностей. Теперь Анна читает Эй. Да-да. Анна, вы здесь? Анна, не слышу вас. Так. Нет, она вроде бы не вылетела. Анна? Может, микрофон забыла включить? Анна, у вас выключен микрофон. Ага, да. Пожалуйста, Эй, читайте. Ахарей. Так, а это вы читали. Так. Эй, эй. Бэйвер Айерден, Бэйвер Муав, Боиль Муше, Бэйвер Эт Атура Азот Леймор. Так. Да-да. Переходя. Нет, на той стороне буквально, давайте скажем. Хорошо. Бэйвер Айерденом. Бэйвер Айерденом. Бэйвер Айерденом. Бэйвер Айерденом. Вот тут они переводят это слово Хо-Иль, как начал. Начал, Муше. Начал, да. А слова дают слово Соизволил, Согласился, да. Объяснять, прояснять. Объяснять. Лево Эрденом. Это учение говоря. Да, совершенно верно. Спасибо. Так, Людмила, прошу вас. Ваше молокейно дибер элейно в хорев лемор. Раф лахем шевет бахар азе. Всевышний Господь наш сказал нам в хорове в хорове в хорове в хорове хватит вам достаточно полного хватит сидеть выбирая на горе этой да, спасибо Повернитесь и буквально двигайтесь себе и приходите к горе Эмарейской и ко всем ее соседям соседям этой горы в Арэва в степи да на горе и Шфела это прибрежная низменность и в Негев Негев это буквально юг и на берегу моря страна Канаанская и Леванон Леван Леван возможно это от названия Лаван то есть гора покрытая снегом до потока великого потока Рат то есть Эфрат спасибо так Анна прошу вас так Рээ на 5 Левний Левний хэм это арэц боу урэшу рэшу это арэц ашер нежба ашэм лэ авотэйхэм лэ авраам лэйцхак улея аков латэ талагэм улезар эм ахарэйг ахарэй да верно да смотри смотрите я даю дал вам перед вами даю перед вами перед вами получается эту землю идите унаследуйте землю который клялся Всевышний отцам вашим Аврааму Исааку и Якову дать им и потомству их после них да да совершенно верно спасибо Людмила да это ва омар аллахэм баэт хахи хахи ламор ло ухаль ливди левади левади шо эт саэт 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 сказал вам в это время говоря так ло ухаль я не смогу левад это только исключительно заводи я один да теперь саэт это инфинитив носа носить да нести да нести вас да верно спасибо саэт это инфинитив лас корень нун син алев носа да буквально нести носить ноша да и нос он тут смысле ну да выдерживать вас нести в смысле вести очевидно то есть руководить вами да держать вас чтобы вы не отходили от повелений Всевышнего всевышний бог ваш умножил вас и вот вы сегодня как звезды небесные по множеству чтобы не подумали евреи что мужа не дай бог жалуется слишком вас много вас много а я один да Всевышний да мужа говорит Всевышний вас увеличил то есть это его решение и дальше мы увидим что он еще говорит по этому поводу да но заметьте да хорошо заметьте что Всевышний что из двух сравнений да как прах земной и как звезды небесные здесь мужа выбирает все-таки сравнение с звездами небесными да так хорошо теперь я читаю и Людмила читает после меня она просила пропустить так ашем элукей а так а вот и хем йосеф алейхем ка хем элэф пами воеварехет хем ка шер дипер лахем Всевышний бог отцов ваших йосеф это буквально добавит в будущем к вам ка хем столько сколько вас сейчас есть тысячу раз да то есть сделает вас тысячу и один раз больше чем сейчас и благословит вас как говорил он вам то есть чтобы не подумали вы что Муше жалуется на то что много евреев ему досталось так Людмилу прочитайте это ой прыгнула эха эса лавади тархахем ума тархэм ревхэм как я сделаю один как я не от слова делать а от слова носить опять же как понесу я один тархахем тархахем здесь можно перевести как минуточку сейчас я посмотрю сейчас я посмотрю словарь который я поставил заранее в нашу группу да так так нет я не вижу сейчас одну минуточку посмотрю да тарах хлопотать стараться то есть ваши труды ваши старания и вот здесь приводит словарь интересную такую пословицу так и масахем то есть от слова ноша да ваши ноши ваше ваше бремя так и и такое ривахем да совершенно совершенно верно рива это ваши ссоры да так здравствуйте Малка если у вас есть желание поучаствовать я увижу это по включенному микрофону мы читаем постепенно с самого начала сейчас дошли до сука ютгимел так Анна у нас пока не участвует ну давайте ютгимел возьму я вот а Элья Малка я надеюсь я участвую ага тогда пожалуйста тогда Анна ловлю вас на слове ваш ютгимел так да я забыл сказать прошу извинения сейчас идет обстрел некоторых территорий Израиля и ситуация тяжелая и я только что переписывался с одной моей ученицей которая живет в Шдероте каждые 15 минут а закат тревога люди бегут в бомбоубежище состояние напряженное давайте пожелаем им вот в ближайшем будущем окончание этого тяжелого тяжелого и трудного процесса и чтобы все было у нас благополучно да Всевышний хранил нас как он это делал и до сих пор спасибо так пожалуйста ютгимел да так ютгимел так хаву лахэм анашим хохамим тут непростая фраза да возьмите возьмите себе мужчин людей мудрых и разумных и известных буквально известных известных кому в коленах по коленам вашим да и поставьте во главе а я поставлю получается я поставлю асимэм поставлю их во главе вас да 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 совершенно верно спасибо Анна вы помните о каком эпизоде сейчас идет речь что именно он вспоминает когда это происходило Итро Итро посоветовал Маше взять взять себе помощников людей так сказать знатных людей вот он перечисляет качества там разумных известных имеется ввиду известных вот они правда пишут что тех которые у себя в своих коленах известны как мудрые руководители то есть они уже известны своим людям известны как те кто способен руководить и судить ну правда имени Итро почему-то не называется я уж не помню там что-то насчет этого тоже говорится в комментариях ну смотрите да да это совет был дан разумный но так и у всего есть плюсы и минусы то есть немного тут Итро посмотрел как бы со стороны своим взглядом а не нашим взглядом вот тем не менее это было сделано это было сделано да вот Элия малко к нам присоединилась давайте ее поздравим но она пишет что сегодня участвовать не сможет по причине слабого интернета но я надеюсь вам слышно на нас да прекрасно так мы помним требования которые вот тут перечислены да и что же дальше происходит Людмила нам прочитает Юдалет да буквально ответили и ответили они о темне мне и сказали хорошо хорошее слово которое хорошо слово это которое ты сказал сделать которое ты сказал сделать совершенно верно да так теперь спасибо пропущено то есть идеальных людей не нашлось и дал буквально их в качестве глав над вами начальниками тысяч начальниками сотен начальниками пятидесят пятидесяти да и начальниками десят десятков и шутрим это полицейские буквально в современном обрите но здесь смысл именно такой то есть исполнители приказаний то есть если например человеку было постановлено нести какое-то наказание то это наказание приводилось в исполнение вот этими шутрим для колен ваших да прошу вас Анна так вы это шутрим вы это гаги ахи лэмон шамоа бэйн ахэйхэм ушфотэйхэм ушфотэйхэм шфотэйхэм цэдэк бэйн иш овэйн ахив овэйн гэро и повелел повелел я судьям вашим в это в то время говоря вы слушаете между братьями вашими и судите справедливо между человеком и между братом его и вот слово герон а вот ничего подобного там Раша пишет что это слово имеется ввиду другой корень айн гэйн гиммель рэш это типа как улика или какая-то вина или улика человеком и тем что он там приводит не поймались да да выслушивать выслушивать внимательно да все что имеет отношение к делу да верно верно какой нун гиммель рэш да немножко плохо послыш ло ло такир ло такиру паним ба мишпат ка катон ка гадоль тиш мэ он ло тагуру миф нэ иш ки ха мишпат лэ ло ким ху хадавар ашер икше михэ микэ такривун элай ушма ушма тив тива да совершенно верно ло такиру фаним да не различайте лиц буквально начало никак не а вот не различайте лиц на суде между маленьким и большим да как как маленького так и большого выслушиваете не вот опять про свидетельство корень или это все-таки уже пришельца между человеком да наверное тут вот то что Анна привела Раши мипней иш да то есть не подсуживаете человеку да Анна такой смысл получается ну вот правда буквально смысл не лицеприят не будьте так сказать не подслуживаете знакомому человеку но Раша пишет что тут речь идет о скорее назначении судей даже прежде всего что назначаете судьями человека который вам известен или вам приятен достоинством а не потому что издержки демократии да да это как бы из-за человека не различайте лиц человека иметь ввиду не не будьте лицеприятны к человеку то есть знакомому вам знакомому приятному вам что суд всевышнего он а ибо суд всевышний он да суд принадлежит богу и человек который икше нет товар дело которое будет тяжелым для вас для вас да а то есть вот ми а там переводим наоборот от вас буквально тяжелым от вас да так приближ приблизь 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 то есть приносите лай к нему ко мне и услышу я его вот так да да верно спасибо так и приказал я вам во время всякое слово всякую речь которую будете которую вы будете делать нас так 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 вниз а а хор вен или и сколь а амид амид авар амид бар амид бар от хор и двинулись пошли от ну мы пошли от хорева и пришли и прошли всю пустыню великую которую и страшную и страшную вот эту которую вы видите видели по пути дорогой по пути к горе и море и море и морейской и морейской да как повелел Всевышний бог наш нам да пришли да пришли мы кадеш бар кадеш бар да верно совершенно верно вот шли мы шли и пришли строили мы строили и наконец построили да спасибо людмила прошу вас каф омар ой выскочила сейчас вообще каф омар а ба 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 ад ад ба ба и море а шер а шем лукэйну но тен лану и сказал вам пришли пришли вы горе и морейской который Всевышний дал вам точнее дает дает вам в настоящем времени да да спасибо рэ н а рэ лэ рэ шем э лукэй аву тэйха лах а ль тиран вэ а та те хат смотри Дал Всевышний Бог твой пред тобой страну. Поднимись. Слово рейш – это императив от Еруша. Овладевать, то есть овладей страной. Это имеется в виду, как говорил Всевышний Бог наших отцов твоих тебе, не бойся и не страшись. Я, честно говоря, забыл, от какого это слова, но выражение такое попадалось. Не пахот? Нет, пахот был. Он не вылетает, он остался бы в корне. Так, Анна, прошу вас. Так. Нишлыха. Нишлыха. А почему нишлыха? Откуда там гэй на конце? Гэй, гэй. Так же, как гава на гила. Это полная форма, как бы, более поэтическая речь такая. Так, Нишлыха. Так, Нишлыха. Так, Нишлыха. Нишлыха, да, когуртатива. Не, ну, при чем здесь козатив? Мы пошлем Нишлых. Я сказала, не козатив, а когуртатив. Сделаю-ка я или там мы когуртатив. Может, может быть, да, похоже, да. Да, может быть, да. Нишлыха нашим лефанэйну в яхперу, в яхперу лану, эт гаарец, И в яшву оттану, в яшву оттану, давар эт адэрэх, ашэр на алэбо, в эт гаарим ашэр на во алэгэн. Алмэйгэн. Да. Но, однако, вот он говорит о деле разведчиков. Да, да. Которые мы сегодня... Приблизились ко мне, вы все, и сказали, сказали, пошлем-ка людей перед нами, перед нами. И пусть они и хапэр, ну, разведают, так сказать, исследуют. Да, буквально хапэр – это рыть, копать. Рыть, копают для нас эту землю. В яшву, видимо, вернутся к нам, или ответят, или ответят нам. Да, 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 ответят. Ответят нам и расскажут нам об этом, завар, это дело, и о дороге, которой мы пойдем, и о городах, в которые мы войдем. Придем в них. Да, 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 совершенно верно. Да, спасибо. Так, вот так я подниму, и Людмила нам прочитает, как гемел. Да? Извините, в предыдущем было вот это. Да. Бах, а, по-моему, мне послышалось Бо прочитали. У меня еще было загорожено. Бах, вот это, да? Да. То есть в ней, в ней. Это про кого идет речь? Про землю. А, наверное, про дорогу. Дерех, слово Дерех. Дерех, вот это сковорода. Да. И по которой мы пойдем, мы поймем. Угу. Да. Да, да. Да, да, да. И там, и был хорошим, буквально. Был хорошим в глазах это слово. Да. И дал вам 12 людей, один человек от колена. По человеку от каждого колена, да. Здесь дается подробность, которой нет в первом рассказе вот про разведчиков, а именно что? Что инициатива исходила не от Всевышнего, а от людей. Они предложили, и тут подчеркивает комментарий, да, что в моих глазах, да, это было хорошо, но не в глазах Всевышнего. Да, ему это дело не очень понравилось, но он разрешил нам это делать. Да, хорошо. Так. Так. Далее я читаю, да. И повернули, и поднялись на Ору, и пришли к потоку Эшколь. Яргилу от слова Лерагель, то есть разведывать. Мераглин, разведчики-шпионы, да, и разведали ее, то есть страну, а может быть, дорогу. Ну, имеется в виду и то, и другое, да. Спасибо, дальше. Анна Капхей. Анна Капхей. И принесли нам ответ. Точнее, спустили, снесли вниз. Имеется в виду, не Ерду, а Йориду, да, это Эфиль. А, спустили к нам, хорошо. И принесли, как бы возвратили нам ответ, дело, и сказали, хороша земля, которую Всевышний Бог наш дает нам. Да, конечно. Все так. Спасибо. Так, Людмила, каф, ваф, да? Вело авитем, ой, прыгнул. Извините. Вело авитем, олот, ва тамру, эт пи ашем, лок кейхам. И не отцы. Нет, 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 авитем, это что-то другое. Ава. Не захотели. Ава, это как желание, страсть. Не захотели подниматься. Да, 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 то есть отказались войти в землю, да? Не сказали вы, это устами, что ли? Да, уста Всевышнего, да, ва тамру, это не от слова, а мар, да? Хотя алиф тут иногда может выпадать, да? А, наверное, от слова мар огорчили, да? То есть сделали не по устам Всевышнего. Я так думаю, от тамру, тамар. Ну, вполне возможно, что это происходит от слова мар огорчили, да. Алло, алло? Да, что-то никого не вижу, не слышу. Я слышу Анну. Да, ага, хорошо. Ну, в любом смысле понятен, да? То есть, Моше напоминает о том, что было после разведчика. Теперь, Кавзайн, я. Спасибо, Людмила. Ва-те-раг-ну-ба-о-го-лейхем Ва-то-мру-б-син-ат-хашем О-тану-о-ци-ану-ме-эр-эц-мит-сраем Ла-тет-о-тану-би-ят-га-э-мори-ле-гаш-ми-дэйн Ну, вот сложная фраза мне попалась. Ва-те-раг-ну Вот сейчас я посмотрю, что словарь дает. Скорее всего, тут я выписал что-то из Раши, да? Раган. Жаловаться, ворчать. И Раша пишет это злоречие. И приводит еще два примера, да? В шатрах ваших о-го-лейхем, да? И сказали вы, из-за син-ат-хашем О-тану, из-за того, что ненавидит нас Всевышний, вывел он нас из земли египетской, чтобы дать нас в руку эморейца, чтобы истребить нас. Ну, я думаю, что если бы Всевышний задумал истребить еврейский народ, не дай Бог, ему не надо было бы идти таким долгим, кружным путем, пац, и нету. Как это иногда бывает. Да, ну, с вашего позволения передаю микрофон. А не как пред. Так. Так. Она. Да, да, такая страшная история. Куда нам подняться буквально? Как мы туда пойдем? Как мы поднимемся? Братья наши, ну вот, типа, как-то нас... Растопили буквально, то есть сделали мягкими. Как воск, намаз, как воск плавить. Да, да, да. Ну, как бы расслабили наши сердца, то есть, ну, как бы их расслабили, ослабили сердца наши, сказав нам, народ великий, большой и... Больше, чем мы. Больше выше нас. И города большие, укрепленные до небес, высокие, укрепленные до небес. И также сынов великанов, Анаким, мы там, мы видели, видели там. Видели мы там, да, совершенно верно. То есть вот огречен, свечаков не говорит, что там вот здесь, там в начале, что принесли и сказали, что все хорошо, а потом люди стали говорить. А люди, что братья наши сказали нам, что, в общем, о том, что они видели, все как-то страшно и плохо. Да, все ужасно, да, 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 увы. Скажите, я сейчас демонстрирую экран или только текст? Вы не видите, вот внизу я вывел словарь? Не видно, да? Нет, только этот текст. Вот так не видно на экране словаря, да? Нет. Ага, ну я просто подглядываю туда, поскольку я не только для вас, но и для себя делаю словарь. Значит, буду озвучивать. Хорошо. Так, Анна прочитала Кафет, да? Значит, наверное, Людмила Кафет, да? Да, Арцун, Раши пишет, означает это слово «сокрушение», и приводит ссылку на Тарум, не дайте сломить, сокрушить себя. И приводит еще несколько примеров на использование этого слова. Так? Слушайте и не бойтесь от них. Да. И не бойтесь их. Да, и не бойтесь их. Да, верно. Ламет. Ашем элуке хем аголех лифней хем гу ела хем хем бе холь, не, извините, ке холь ашер аса бит хем ба митсраим ле эйней хем. Всевышний, Бог ваш, идущий впереди вас, Он будет сражаться с ними, как все, что сделал с вами в Египте в глазах ваших. То есть сами вы это видели. Да. Спасибо. Ламет, Алеш. Анна, прошу вас. Так. Увамидбар ашер раит, раита, ашер насаха, насеиха. Ашер макум ха Ашем алек аэлокеха, И в пустыне, значит, вот было сказано, что Всевышний будет для вас, все сделает для вас, как Он сделал для вас в Египте, и в пустыне, и в Египте перед глазами вашими, и в пустыне, которую видели, в которую ты видел, который носил тебя Всевышний, как носит человек своего сына. То есть оберегает от всех неприятностей. Да. Во всей дороге, во всем пути, в котором вы прошли, пока не дошли до этого места. До места этого, да. Верно, спасибо. Спасибо, Ламет, Бет. Да, извините, Людмила, каждый раз на вас попадает, да. Вот два раза Энхэм Ма-Аминим Эйнхэм Ма-Аминим У меня выскакивает, вот все. Ма-Амин-Ним Ба-Шем Аэлокеха Этими словами И в этих делах Эйнхэм Вы не Ма-Аминим Не верите? Эму-Нам Не верит, не верит. Вот это Хэм Эйнхэм Это Эйн в значении отрицания, как глагол. Вы не Эйнхэм Вы не верите? Да. Вишнему, да? Да, Богу Си Вишнему Вашему, да. Ха-Холэх Лифнейхэм Ба-Дэрэх Латурлахэм Маком Лаханутхэм Ба-Эш-Лайла Лир-Отхэм Ба-Дэрэх Ашэр Тэлху-Ба У-Вэ-Анан Йома Ай-Душьему Да, Си Вишнему Перед Вами В дороге Латурлахэм Чтобы провести вас, да, Чтобы Вы прошли К месту Ла-Ханутхэм Чтобы дать вам Ла-Ханут, да, Устроить Лагерь, да, Ханая Стоянку В огне Ночью Чтобы дать вам Видеть Дорогу Которой Вы Пойдете Ею И В Облаке Днем Есть Анна Ла-Мэддалет Так Ва-Ишма Ва-Ишма Ашэм Эт Коль Адиврейхэм Ва-Икцов Ва-Ишва Ла-Имор Услышал Всевышний Голос Речи Ваших И Разгневался И И поклялся Говоря Да А что же он сказал Нам прочитает Элли Спасибо Давайте буквально переведем Да Нет В данном случае Увидит Словорое Да Действительно Тут два корня Которые дают Похожие Результаты Да Если человек Увидит Этих Людей Из этих Людей Злого Поколения Страну Хорошую Которую Поклялся Я Дать Отцам Вашим Вот так Да Спасибо Людмила Я обращаю Внимание Что здесь Довольно Такой Еврейский Оборот Речи Да Если Увидит То есть В смысле Не Увидит Я Даю Клятву Что Не Увидит Да Увидит Ли Ну там Вот С таким Ну да Да Можно сказать Увидит Ли Но все равно Это смысл Не открывает А смысл Что таки Не Увидит Да Так Это вот Как Рассказывают Что На вопрос Ты хочешь кушать Например Отвечает Или Так Теперь читаю Я ламэд лав Хочу ли я кушать Вот такой Ну вопрос Как бы Риторический Да Ну не совсем Так Но Типа А что Ты думаешь Иначе Может быть Какая-то По-русски Вот говорят Да Да Ну тут Не совсем По-русски Потому что И Обращается Он не к русским И сам он В общем-то Не очень русский Хотя Да Это только Мы с вами Переводим Да Пытаюсь Приблизить Как бы Да Да Ну кстати Интересный вариант Как это можно Передать Вот такой Такой оборот Итак Золотник Калев Бен Яфуне Гу Йир Эйна Вело Этен Эта Ариц Ашер Дарах Бах У Леванав Я Ан Ашер Миле Ахарей Ашем Золоти Золот Это В данном Случай Кроме Кроме Калев Сыне Фуне Он Йир Э На Вот здесь Корень Йир А Он боялся Да Он А Не 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 Извините Ошибся Он Увидит Ее Тот же Самый Корень Роэ Да Он Увидит Ее То есть Страну И Ему Дам Страну Которая Ходил Он По ней То есть По Которой Он Ходил И Сыновьям Его Теперь Слово Я Ан Оно Редко Но Падается У Мше Означает За то Что Ашер Миле Ахарай То есть Исполнил За мной Извините Ахарай Ишем Исполнил Он После того Что Сказал Всевышний То есть Исполнил Слова Слова Приказания Всевышнего Прошу Анна И Наше Время Подходит К концу Сейчас Я взглянул Что у Нас Нет Мы даже Успеем Сегодня Закончить Прошу Вас И На Меня Прогнел Всевышний Из-за Вас И Ты Не Войдешь Туда Да Хотя Мы знаем Что Моисей Не Вошел По Другой Причине Ему Вынесен Преговор За Другое Так Вот Здесь Мы получаем Вопрос Получаем Ответ На Вопрос Почему Чуть Раньше Был Упомянут Только Калев Когда Известно Что Это Касается И Яушуа Потому Что Яушуа Отдельно Упомянут Здесь Яушуа Сын Нуна Стоящий Перед Тобой Он Приведет Туда Его Укреп Вот Хазек Вот я даже Не знаю Хазек Это наверное Императив Его Укрепи Потому Потому Что Он Янхилейна Даст Во владение Передаст Во владение А Наделит Земельным Наделом Исраэль Еврейский Народ Да Вот Так Ламет Тет Перепрыгнули Мой ход Людмила Подожди Людмила Должна Читает Сейчас Ну Давайте Людмила Ламет Сейчас Вот Читает Ламет Ва В Тапхэм Тапхэм Да Амартэм Лаваз Их Ё У Внейхам Ой Сейчас Не просто Опять Вылетела Ага У Внейхам Ашэр Ло Яд У Гайом Тов Ва Ва Ра Ва Сплывающие окна Нельзя как-то Ва Ра Ахэма Яву Шама Вэлахэм Этнэна Вэхэм Йиршу Валахэм Нет Этнэна Валахэм Этнэна Вэхэм Йиршу Я помогу вам Вэ тапхэм Ваши Что? Тапхэм Младенцы А Ваши Младенцы Которые Сказали Амартэм Вы сказали Да Ла Ваз И Будут Добычаю Да И сыновья То есть вы про них сказали Что они Добычки Да И сыновья ваши Которые Не знали Хорошего дня И Не знали сегодня Того вора Не могли Не знают Хорошего и плохого То есть не умеют Разрекать Они Да Дут туда Да И Им Дам я Им Для них Для них Дам я Ее Ее И Ее То есть землю Наследует Ее Унаследует Ее Да Совершенно верно Так Теперь должна быть Она очевидна Да Или я Давайте вы почитаете Давайте я возьму Да Ве Пардон Ве Атем Пенулахем Усеу Амитбара Дерех Ям Суф А вы Поверните Себе И Двигайтесь В Пустыню Дорогой Моря Крайнего Теперь Анна Мэм Алиф Почему Крайнего Суф А как бы Сказать Трестникового 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 Спасаясь Спасаясь От фараона Или Это что-то Другое Поэтому Я не называю Это Красное Море Море Крайнее Или море Трестниковое Да Трестникового Я ответил, и отвечали вы, и сказали мне, грешили перед Всевышним, и мы сразимся, как повелел Всевышний Бог. И опоясывался человек орудием войны, каждое оружие своим оружием войны, и вот тахин, тахину тут переводится как дерзость. Как вот мы готовы взойти на то место, да, буквально. Идем на эту гору, ну вот осмелимся, дерзнемся. Выразили готовность взойти, да. Да. Да, спасибо, именно так. Так, теперь, Анна, вы назначайте, чтобы я не перепутал порядок. У меня была анархия Людмила. Людмила? Бекирбэхэм. Бекирбэхэм. Бекирбэхэм вэло тинагфу лифне йовэхэм. Ой, бэйхэм. Да. И сказал Всевышний мне, так, вам не... Скажи им, Лота, не поднимай. А, повелительное. Скажи им, не поднимайте и не... Не поднимайтесь и не тилахаму, мелхама. И не воюйте, да. Ибо нет меня. Да, я отсутствую бекирбэхэм среди его, да. Бэло тинагфу и не посмейте, буквально. Перед врагами вашими. Нет, тинагф – это как нагифа, это как... Это, да, да, да. Будете поражены, будете повержены, вот так вот. Значит, а, да, 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 извините, это другое. Посмотрел, совершенно верно, да. Значит, магифа – это эпидемия, негиф – это вирус, нагиф – это в современном значении пандемия, то есть мировая эпидемия, да. Перед врагами вашими, да. Понятно. Теперь я, да, магифа? Да. И сказал я вам, и не послушали. И, опять же, огорчили, то есть не исполнили то, что говорят уста Всевышнего. И вот здесь это слово. И посмели подняться в гору. Мэм, далит, Анна. Прошу вас. Да, правильно, Анна. Алло, алло, алло. Анна, а где Анна? Да, я здесь. Просто вы меня смешите. Я должна немножко это. Ну, Анна, я артист. Да, да, да. Я должен был учитывать ваш характер. Так. Так. Адабер, аллейхем. Так. Не туда, не туда. Все ошиблась. Да. Ва ииссе га мори. Ва айошеф багар гагу. Ликратхем. Ва ердефу этхем. Кашар та асена. Адворим. И вышли эмурейцы, живущие на горе этой, против вас, и преследовали вас, как делают, как преследуют пчелы. Ворим – это в отличие от два пчела. Ва, як, то – это слово легокот, побили. Правильно, я поняла. Побили и побили вас с Ири до хормы. Хорма – это еще означает слово поражение. Отсюда название русская плода, очевидно. Это не русское название. Слово хурма не русского произведения? Конечно, не русское. Плод не русский. Плод явно не русский. Я бы вам сказал, как он называется по-японски, но вы снова будете смеяться. Так, хорошо. Людмила, мем гей, и я тогда заканчиваю мем вагол. И плакали вы перед Всевышним и не слушали Всевышнего. Не услышал Всевышний вашего голоса. Вело Эзин и не прислушивался от слова «озен» – ухо. Не прислушался к вам. Это прошедшее. Да, да, да. Ну, надо понимать, что Всевышний всегда слышит наши молитвы, но иногда у нас складывается впечатление, что нет. Почему? Потому что ведь он предупреждал. Да. И я дочитываю мем вагол. Ва-те-ш-ву ба-кадэш-ямим-рабим-ка-ямим-а-шэ-ни-шап-тэмэ. И сидели в кадэше дни многие, как дни, которые вы сидели. Очевидно, вот как-то так. Вот мы прочитали первый параграф книги «Дворим» из недельного раздела, который называется «Дворим». Так получилось, что прошлые циклы мы вообще как-то не прикоснулись к тексту Торы. А в этот раз первый параграф мы разобрали. Наверное, будет у нас возможность читать и дальше. Дай Бог, чтобы пришел скорее Машеях и отменил этот ужасный пост, который, честно говоря, довольно тяжелый. Особенно с учетом погоды и политической ситуации в стране. И дай Бог нам узреть и встретить Машеяха бим-гей-ра бе-ям-эй-ну-ам-эйн. Всем спасибо. Приходите еще. Я напоминаю, что сегодня в одностороннем порядке, в порядке исключения, мы начали на полтора часа позже, чтобы успеть поесть хотя бы мне в Израиле. Но обычно мы начинаем в 7.30 израильского времени по воскресеньям и разбираем какой-то из параграфов. Я надеюсь, что вы передадите приглашение мое всем, кому это будет интересно и важно. Спасибо, спасибо за комплимент. Всего наилучшего. Счастливо. Приходите еще. Следующее воскресенье. Надеюсь, что будет уже вовремя 7.30. Ждите объявлений. Счастливо. Всего доброго. Так, я выключаю запись. Как я должен это сделать? Так, сначала я должен остановить запись. Остановить запись. Остановить запись. Продолжение следует...